Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, сказал о том, что Путин поставил российской армии задачу до 9 мая организовать какие-то победы, по крайней мере, на восточном направлении. Исходя из таких намерений российской армии, как нам максимально эффективно выстроить защиту? — Смотрите, там, ну, вообще-то, фигурировал, не буду спорить с господином Даниловым, но фигурировала цифра 7 мая. Он к 7 мая требовал от Герасимова закончить специальную военную операцию в Украине. И, кстати, из последних сообщений, что Герасимов вроде как положил на карту свою карьеру. Сказал, что он своей карьерой клянется, что он выполнит поставленную задачу. Вот. Поэтому, кстати, вот именно поэтому они и приняли решение, понимая, что с четырех направлений они нас не возьмут. Они уже на растяжке, а не мы сейчас по всему фронту в Украине больше тысячи километров. Поэтому они приняли решение сосредоточиться на одном направлении и попытаться там одержать успех. Успех для них будет, ну, любое. Они будут любое положительное действие, то есть там выдвижение к границам, административным, не дай бог, еще развитие направления там на Харьков, допустим, с Донецкой, с Луганской области. Они будут преподносить как победу во всей этой операции. Будут говорить, я больше чем уверен, что если, не дай бог, это случится, они будут говорить, что цели операции достигнуты. Операция закончена. Понимая, что дальше у них сил нет. Но если же мы выстоим и нанесем им, отобьем все их атаки, то дальше просто начинается третий этап, начнется третий этап этой войны. Это постепенный планомерный разгром, военный разгром Российской Федерации. Я вам процитирую Михаила Подоляка, это советник главы Офиса президента Украины. Он написал следующее. «Офганизации и длительного, истощающего для России конфликта, как кто-то ожидает, не будет. Россия уйдет со всех территорий, кроме юга и востока. Попробует там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше». Согласны ли вы с такой оценкой? Ну, в принципе, да. Можно сказать, да. Согласен с такой оценкой. Почему? Потому что Россия не способна сегодня вести долговременную войну. Она не готовилась к ней. Они готовились к Блицкригу. И сегодня у них катастрофически не хватает всего-навсего одного единственного параметра. Это времени. У них не хватает времени провести мобилизацию. У них не хватает времени снять с хранения, привести в порядок и подтянуть сюда технику и вооружение. У них не хватает времени на накопление ресурсов, материально-технических ресурсов для обеспечения этой войны. В конце концов, у них не хватает времени найти деньги на эту войну, потому что этой войны на сегодняшний день нет в бюджете Российской Федерации. И вот тот Блицкриг, который был запланирован, и там премии военнослужащим, он уже закончился. А сейчас надо платить, надо платить боевые, надо признавать факт войны, потому что начинает зреть в обществе, допустим, непонимание задачи, целей в связи с тем, что все говорят вроде как специальная операция, а похоронки идут пачками, деньги выплачивают как в мирное время, пособия раненым не дают, говорят, да вы же на учениях были. То есть там ситуация очень плохая, и время – это главный фактор, который сегодня играет на нашей стороне. Продолжение следует...